всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня я решила пораскрашивать в раскраски тайны стихи земля и огонь виктории дорофеевой изначально ну когда я перелистывала раскраски вы знаете я люблю такое занятие я себе закладку положила на вот эту иллюстрацию такая уютная классная а сегодня когда листала поняла что ну не но на самом деле здесь много чего хотелось бы пораскрашивать но я вот еще увидела вот эту и думаю что может быть все таки раскрашу ее хотя ну да наверное просто я подготовила два серых magic а а теперь понимаю что вообще вот этот и кирпич они камень и надо раскрашивать кирпич мне конечно не очень охоты не все таки я вот эту раскрашу лучше на кирпич тоже можно раскрасить собственно он разного цвета бывает кстати в том числе и серого ну да никто же мне не помешает так сделать правильно так что пожалуй я сейчас и приступлю к раскрашиванию но начну я конечно же с того что можно раскрасить коричневым magic ам и тут много чего есть подходящего начнем с корзинки мне как-то одно время очень сильно клинило на косметике потом на канцелярии не она до этого я все покупала для маловарения а не сначала для вязания его а в итоге у меня там пряжи достаточно потом до для маловарения в итоге для маловарения но я же этим зарабатывала и сейчас даже вот у меня уже появились вроде как заказики я много чего накупила у меня более наверное но я не знаю сколько более 300 форм точно огромное количество и одушек чем форма у меня как пластиковые так и силиконовые объемные 2d 3d у меня целый шкаф совсем с этим с красителями с упаковочными материалами что только нет то есть я и сама коробки делала вот ну и в общем то до коллекция большая валянием я занималась и мокрым и сухим у меня тоже полно всего для этого но кстати у меня пара иголок сломалась я купила новые посеяла их потом купила еще одни те нашла теперь не помню и где и те и другие они мне в принципе нужны а вот я собственно к чему это говорю я сейчас у меня новая манечка так сказать чё ты меня захотелось всего для декора купить дома она что-то сделать самой еще захотела немного повязать давно на самом деле давно много кое-что пошить хотела длины все времени напасть так здесь еще надо будет темный карандаш добавлять так где у нас дрова вот это правильно и вот тут мне кажется тут тоже можно просто мэджиком закрасить и все а потом может быть может быть чем-то еще и и вот сейчас что-то мне я прям как-то так выискиваю чтоб такого приобрести для декора для уюта хотя я вообще не люблю лишних вещей и хочу активно расхламиться но хочу кое-что приобрести тоже ну потому как и видео снимаю и все дела картинка должна быть красивая вот есть у меня в этом году такое настроение не она только не все подряд естественно потому что вот в ашане я гуляла когда там тоже к новому году всего полно но не могу сказать что я очень впечатлилась я купила две они три салфетки красивая одна на балкон пойдет точно потому что у меня сейчас на балкон я покупала с фламинго но это как бы такой летний вариант у меня в том числе и есть поднос ну для балкон я использую как правило два подноса либо с фламинго и второй вариант у меня с лавандой в зависимости от того что это как хочу накрыть себе стол но сейчас я хочу что-то новогодняя такое ну поднос у меня был из фикс прайса но я его выбросила потому что он был красного цвета по умею выбросил он в любом случае не подходит ой сейчас я вам покажу знаете что я сейчас разбиралась нашла я где-то в 2010 году или в одиннадцатом в начале вязала носки хотела научиться и вот связала то мои первые носочки которые я связала такие вот но я их даже не носила они такие не но они нормальные все просто как-то не носила и все лежат и лежат красивенький но на самом деле эту пряжу лучше наверно в две нитки даже было вязать но мне было принцип научиться пяточка тут такая прям красивая мне понравилось пусть лежат как память но я хочу что-нибудь еще связать такое но правда там ничего сложного нет но все равно надо вспомнить у меня где-то были записи но я и в интернете нашла то что вот это на двух спицах вяжется у меня кстати говоря есть книга по вязанию именно вот она форме носка сделано все такое но там не на двух спицах на большем количестве вот что то вот вот это мне как раз не данного не то что не данного но как-то мне не прикалывает так надо подумать все таки да пусть будет потому что делать стену из красного кирпича и здесь еще огонь а я хочу чего нет яркого так что пусть будет будет серая ну и потом может быть она закоптилась правильно так же тоже может быть поэтому будет серая огонь я не знаю огонь я не знаю буду я делать мэджиками или нет посмотрим так сосредоточено крашу завтра не знаю может быть поеду погуляю ну вообще дел много но хотелось бы погулять мне просто как-то но настолько всегда хочется поехать в любимый парк а сегодня было желание вчера ну ладно успею надеюсь что по крайней мере успею я так плюс-минус через одно крашу разными карандашами чтобы была разница я не сильно все прокрашиваю потому что скорее всего я еще пройдусь блендером но блендер я пока не решила какой это будет то есть это может быть не обязательно блендер карандаш даже скорее всего будет кахенуровский родной потому что карандаш он дает блеск а кахенур он как раз дает смешивает и такую матовость дает и может быть даже будет хорошо если вот здесь вот будет часть сделана блендером от карандаш чтобы был как бы блеск такой от костра да как бы от огня я может быть даже сюда немножко мэджика оранжевого добавлю самую самую малость а здесь все сделаю дальше матовым ну типа как камень тоже как вариант но это пока такая моя задумка может быть она все и поменяется здесь наверное тоже так у меня ушастый храпит но точнее пока он сопит до этого он храпел и думаю вполне будет еще храпеть не удивляйте это собака здесь наверное тоже светлая ну вот у нас например на даче дом кирпичный ну большая часть дома кирпичные и там кирпичи но они все в красноту уходят но они разные и мне вообще всегда нравилось эти кирпичи разглядывать потом к нему деревянные там была пристройка ну и соответственно там была такая одно время кухня и соответственно та стена дома которая была в этой пристройке то есть да получается с внутренней стороны она мы там пока покрасили по-моему даже белым а так был чисто такой красный кирпич но даже встречался оранжевый мне нравилось рассматривать бывали такие прям красивые красивые кирпичи так ну вот не знаю такие иллюстрации суперские здесь я прям вообще рада что взяла раскраску это тогда на складе и самое главное мое счастье что я увидела эти раскраски вот именно как сказать в твердой обложке потому что они стоили прям супер супер дешево и были в твердой обложке тут знаете сыграла такая своего рода творческая жадность ну в хорошем смысле думаю ну как это раскраска то в твердой обложке стоит дешево надо брать но нет я посмотрела иллюстрации в целом мне понравились но я не совсем уверена на тот момент взяла бы я в мягкой хотя что у меня мне кажется было в мягкой еще а вот за счет того что такое хорошее издание то я прям быстро приняла решение о покупке одной части и другой части теперь конечно рада вот я стараюсь всегда камни и кирпичи вот так вот раскрашивать на мой взгляд самый такой беспроигрышный вариант так а что здесь сделать но наверное тоже будет светлый то что здесь темные будет здесь темного много вот этот прям насыщенный но здесь есть в крампе вкрапления о ках и нура вот это вот китс фэнтези тут вообще супер он вроде как светлый но здесь есть какой-то и серый и серо-синий что ли серо-голубой наверное скорее тоже вот а вот здесь вот вот здесь вот может быть я даже обычным карандашом пройдусь или же когда блендером буду растушевывать она как бы и сюда попадет скорее всего так забываю я прокручивать карандаш иногда в итоге здесь все нормально будет аккуратно мэджики иногда любит в том числе и небрежность еще по раскрашивала все-таки решила огонь и раскрашивать мэджиками вот здесь у меня так это китс фэнтези 2 ках и нура как и собиралась вот тут вот я немножко добавила цвета но я цвет добавляла вот этим вот который ках и нур музеевого ван гога в амстердаме да он мне очень нравится и я вот здесь добавила потом я прошлась вообще решила полностью прошлась везде вот этим блендером сначала потом вот этим блендером вот здесь вот и здесь же вот салфеткой натерла чтобы был блеск вот но он как бы не везде хотя здесь тоже все равно блестит но вот если вот так вот рукой пройтись то есть видно переходы что гладкая шершавая потом гладкая потом снова такое шершавая как вот собственно что и хотелось чего хотелось добиться кстати оксане огромное спасибо за то что подарила мне из своего набора вот этот вот блендер второй кстати этот у меня розовый потому что он с пастелью лежал и немножко окрасился но в смысле корпус вот так что у меня благодаря оксане есть еще один запасе за что просто спасибо потому что ну как бы многие пусть и ругают этот блендер но он мне нравится ну потому что мы все разные и в общем кому что но у меня например вот да он идет вот когда нужно что-то смешать когда нужно для кирпичей для камня он идеален да вот этот он идеально дополнительный блеск придает собственно говоря от лиры тоже вот глянец дает но он хорош на более там маленьких например поверхности просто этот то можно заточить но он во-первых он не дешевый и затачивать его как-то жалко потому что здесь же нет корпуса до стачивается то чем можно раскрашивать от лиры как бы он виде обычного карандаша и он более тонкий соответственно на мелкие детали можно прорисовывать как-то так сейчас продолжу вот раскрашивать здесь ну а результат конечно покажу в конце месяца уже возможно у меня тут еще будет металлик скорее всего а ботинки пока не решила какого цвета сделаю ну какие-нибудь яркие чтобы на контрасте с этим было ну а сейчас я достала раскраску сказочные существа давно в ней не красила и хочу раскрасить вот эту вот баба-ягу ну в принципе всякий там хайлоуин уже прошел но мне кажется что это как к осени так и к зиме подойдет так что сейчас возьму фломастеры потому что это тоже у меня появилась тогда когда я еще не додумалась из двух одну делать поэтому так ее решила и оставить потому что потом уже то что я покупала да я делала под маркеры ну а здесь вот и так взяла фломастеры начну с зеленого хотя сейчас возьму еще один красный да ну вот это красная же я и начну закрашу здесь как я решила проверить как она будет видно вот так вот будет получше мне кажется ну просто я не очень красный как вы знаете люблю поэтому хотя при этом мухоморы мне нравится поэтому начну с красного ну хотя бы вот мухоморчик сделаю плюс это будет такая в общем яркое пятно интересно есть тут еще мухоморчики и чё-нибудь красное ну а конечно же есть у бабки ежки то вот это вот все тоже красное надеюсь все видно хотя не покидает меня ощущение что что то не так ладно я сейчас вот это бантик докрашу ей так а здесь вот так аккуратненько я прохожу чтобы не было полосок но я стараюсь максимально штрихи делать побольше чтоб захватывать побольше пространство но не хотелось бы выходить за контур поэтому потом просто аккуратненько здесь закрашиваю ну и потом еще немножко доделаю уже за кадром потому что не очень хорошо издалека видно вот и здесь бабка ежка конечно прикольный персонаж я когда снимала видео про на тему хэллоуина совместник наш с оксаной я забыла что у меня есть шикарный черный код копилка такая большая хотя честно говоря у меня одно время было желание ее продать потому что я не люблю лишнего вот этого в доме но как то дело не пошло и может быть оно и к лучшему потому что в принципе для будущего декора тоже это неплохо сейчас посмотрела нет все нормально видно никаких проблем просто я видимо не под тем углом посмотрела но лучше лишний раз проверить так что у нас здесь зеленая это светло-зеленая я вот этот свет подготовила я кстати не знаю будут эти happy color бруно висконте которые будут ли они здесь протекать или нет но мы это сейчас с вами узнаем ну нет ничего такого я кстати ну в ашане они как-то были собственно потом они и появились поштучно видимо из всяких растрепанных коробок а так в наборе по моему сейчас там больше нет но я посмотрела в интернете ну можно при случае их будет купить наверное они хорошие обидно что по моему там самое большое 24 цвета я еще big визы и вот эти big kids и все такое смотрела тоже как-то небольшие наборы жалко потому что фломастер это хорошее вот был бы большой набор с интересными оттенками а вот кариока джой в ашане наиболее выгодная цена потому что вот просто я смотрела вчера гуглила конечно ценник не очень приятный в остальных магазинах не ну кариока джой я бы только если да вот так вот в ашане поштучно потому что не могу сказать что они мне безумно понравились мне скорее мне скорее нравится именно некоторые редкие оттенки они эти фломастеры как бы неплохие просто особого восторга нет а вот big и бруно висконти это да они как бы такие более мягкие вот как бы ну по сути дела бумагу можно даже сказать не скатывает нет но есть самая малость но это прям каплю в море и я думаю что на какой на какой-то бумаге вообще идеально вот эти вот каждый день тоже по-разному себя ведут во-первых бывает и пишущий узел попадается не лучший тогда конечно проблемка вот этот вот идет как по маслу и даже не скатывает бумагу ну да каждой бумаге свой фломастер так вот обидно что я здесь как-то то ли я на контур заезжаю а он здесь серый и начинает сливаться но в принципе можно взять потом гелевую ручку и пройтись гелевой ручкой сделать как украшение на елке тому подобное как здесь темно-зеленый можно сразу обозначить вроде как это темно-зеленый просто эти раскраски как-то они мне очень нравятся и при этом бывает за месяц там одну максимум 2 задействуешь ну пусть они двигаются я правда уже говорила что я не хочу чтоб они у меня быстро заканчивались но все-таки пусть двигаются вот здесь вот у этого фломастера уже какой-то не самый удачный пишущий узел но правда бумагу не скатывает за бумагу не цепляется и тоже вполне себе гладенько идет но штрихи более такие что ли тоненькие в отличие от вот этого у меня просто какое-то уже какой день настроение прям задействовать раскраски вот эти прям я подбираю именно фломастерные они маркерные маркером что-то мне поднадоело красить но это такой момент временные то есть может быть я через час через два возьму что-то маркерами буду красить вполне вероятно не исключаю такой вариант но вот сейчас мне в кайф именно такой вариант потихоньку дело продвигается затягивает этот процесс я вспомнила что у меня есть несколько раскрасок которые у меня начаты которые я люблю но но я их уже давно не задействовала поэтому в следующем месяце как минимум одну я точно возьму в планы но это не по номерам но вот как-то мне вспомнилось и решила что пора бы ее ставить в планы будет атмосферненько вполне себе даже если я выберу что-то не из зимней тематики все равно будет хорошо ну не все три точно а вот одна на такую вот тему это сто процентов наверное возьму ну ладно я это видео буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал вам не сложно мне приятно мой инстаграм три семерки рыжая три восьмерки благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения во всем уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока